21 миллиард рублей необходим на реконструкцию школ, которые нуждаются в капитальном ремонте в Нижегородской области. Среди них и наша школа номер 10, в которой из-за аварийного состояния здания занятия не проводятся уже почти полтора года. Восстановительные работы в ней начнутся уже в ближайшее время. Об этом заявил Глеб Никитин во время своего рабочего визита в Саров. Глава региона отметил, что средства на ремонт здания уже выделены и ситуация находится под полным контролем. Я поставил задачу, чтобы глава города и руководство города и Министерство образования держали полностью процесс на контроле, что 1 сентября 2019 года можно было запустить уже образовательный процесс. А вот судьба новой 11-й школы пока под вопросом о том, когда же ее наконец построят, спросили саровчане на встрече с главой региона в драмтеатре. По школе уже разработана проектная смертная документация. Это мы можем подтвердить. И я думаю, что по той программе, которая сейчас включена на 2021-2022 годы, то, что в школе ситуация уже есть второй смены, и то, что там 140 детей в этом году занимаются во вторую смену еще, это мы знаем. Не обошли вниманием горожане и тему ФОКа. Его появление в Сарове ждут уже долгие годы. Как отметил Глеб Никитин, проект комплекса очень дорогостоящий. Если типовой ФОК стоит порядка 400-450 миллионов рублей, Саровский в два раза дороже. Я думаю, что перспективы есть очень хорошие, решить этот вопрос на условиях концессии. Потому что большой спрос на спорт, неудовлетворенный, большое население, высокообразованное, социально ориентированное. И я думаю, что мы на основе концессии возьмем, заключим соглашение и, естественно, профинансируем частично этот объект. Потому что 800 миллионов таких средств, по крайней мере, в ближайший год нет точно. Можно на основе условий концессии, можно будет начать. Я это получение уже дал сегодня, проработать этот вопрос. Есть инициаторы, мне сказали. Есть с кем разговаривать, это не абстракция. С дорогой Саров-Кременки все намного конкретнее. Рабочие движения через КПП номер 4 обещают открыть буквально через пару недель, к первому сентября. Главные графики мы сейчас поджали и поставили задачу, чтобы к началу сентября открыли движение. Я думаю, что это абсолютно реально. В начале сентября ждите открытие движения. Задавали горожане и менее глобальные вопросы. Например, интересовались судьбой домов на улице Привокзальной. Когда их, наконец, признают аварийными и расселят жильцов в более пригодные для жизни квартиры. По аварийным домам имеется вполне определенные критерии, которые мы должны рассматривать и, соответственно, признавать или не признавать. А второе, для того, чтобы переселить, надо надо запустить большой береговский проект. Соответственно, мы над этим работаем. У нас в Генплане есть территория. Ну, я не могу сказать, что я угнетариваю ответом, Алексей Ильич. Я, конечно, ценю, что вы озабочены проблемой, но вопрос надо совершать совершенно конкретно. У нас, вы считаете, что эти дома аварийными быть не могут? Давайте, во-первых, на свою комиссию тоже пошлем. Давай. Например, обследование аварийное или не аварийное. Инвестиционный проект на этой территории с появлением квартир в другом месте, с предоставлением квартир в другом месте – это, в принципе, конечно, решение. Но только его надо оформулировать быстро. Спрашивали саровчане и про судьбу ТАСЭР, про технопарк Саров, про появление электробусов в Сарове, стратегию развития региона, капитальный ремонт и про многое другое. На честь вопросов ответы были получены сразу. Часть Глеб Никитин взял под контроль. Встреча с главой региона и министрами Нижегородской области продолжалась более двух часов. Лидия Шулаева, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.